Девятидневные новогодние праздники подошли к своему завершению, а это значит, что настала пора выходить на работу. Традиционно первый рабочий день, так же как и понедельник, дается тяжело. Люди чувствуют сонливость, апатию, которые так мешают рабочему процессу. Психологи называют это состояние постпраздничным синдромом. Оно вызвано не только нежеланием заканчивать отдых, но и плохим физическим состоянием после новогодних застолий и сбитым режимом дня. У нашей психики есть способность адаптации, адаптироваться, привыкнуть к новой ситуации, а именно к тому, что праздники закончились. То есть адаптируйтесь, подождите, не спешите, не тревожь, все нормально будет. Это первое. Второе, необходимо сначала что-то делать, а потом уже спрашивать себя, какое у тебя настроение. А не так, ничего не делать и говорить, не буду делать, потому что у меня нет настроения. То есть сначала делай, потом узнаешь свое настроение. Приходя на работу в первый день, не стоит совершать трудовой подвиг. Любому человеку требуется время на то, чтобы влиться в рабочую колею. В среднем на это уходит от трех до пяти дней. Поэтому первая рабочая неделя может пройти в режиме энергосбережения. Такие дни психологи советуют не корить себя за непродуктивность. Эмоциональное выгорание может настигнуть вас быстрее, чем вы вернетесь в прежний ритм. Чтобы не допустить эмоционального выгорания и легко пройти адаптацию на работе после праздников, специалисты советуют заранее готовиться к выходу на работу, подготовить вещи, разобрать почту, написать предстоящие дела, которые появились, а главное больше гулять, концентрироваться на положительных событиях, которые вы пережили за выходные. Не забывайте гулять, посещать места, в которых давно хотели побывать и постепенно, не нагружая организм, вливаться в рабочий процесс. Аделина Абдрахманова, Фариза Хитоглы, Универ Ньюс.